В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Дамы и господа, я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о наушниках Skullcandy DIMM. Данные наушники, в принципе, достаточно известны. Не знаю, как насчет серии DIMM, но в принципе Skullcandy уже и no name совершенно. Раньше я считал, что что-то Skullcandy, какой-то китайский Китай. Ну, оказалось, это даже очень ничего контора. Итак, начнем мы с распаковки. Поехали. Итак, распаковка Skullcandy DIMM. Поставляются в достаточно такой большой коробке в длину, но на самом деле она не такая уж и большая. То есть по высоте там полбатарейки. Так. Все заклеено. Попробуем где-то отклеить. Отклеилось. Так. Бумажная вставочка, да, используется где-то. Да, бумажная. Так. Что же там в комплекте у нас? Ага. Прикольно. Две пары амбушюр. Зарядка microUSB, к сожалению. Так. Бумаги. Ага. Куча юзер гайд. И, в общем-то, я так понимаю, кейс. Ой, какой миниатюрный. Прям вообще жесть. Так, значит, какая полезная информация на кейсе? 12 часов, я так понимаю, вместе с кейсом играют они. Контролируйте музыку и звонки. Автоконнект. Water Resistance IPX4. Ну, это, в общем-то, все ерунда. Ага. 3,5 часа не играют, значит, на одном заряде. Используют для соединения Bluetooth 5.0. Управление громкостью, мне кажется... А, нет, есть. Track and Volume Controls. Да, управление громкостью на этих наушниках есть. На ключи, что вешать, как брелок их. Прикольно. Черепуха, как положено сзади, да? Так. Как открыть-то где? Вот она, да? Ну-ка. Что-то. Что-то я не пойму, ребята. Ага. А, на защелке, емое. На защелке кейс. Неожиданный поворот. Наушники вообще миниатюрные. Прям даже меньше, чем JBL Live Pro Plus TVS. Прям жесть. Так, индикация заряда где? Не вижу вообще никакой. Возможно, сейчас подотклеим. А, вот, наверное, но это заряд кейса. Так, ну нет, индикации заряда не вижу. Давайте попробуем хоть один поставить на зарядку. Что-то изменится здесь, нет? Нифига не изменилось. Возможно, кейс разряжен на данный момент. Не знаю. Ну, очень миниатюрный ключ, конечно, прям. Прям обалдеть какой. Приятная штука сразу, чтобы цеплять на ключи, там, не знаю, куда. Вот. Сам наушник, это вообще просто фантастика какой маленький. Ну, достаточно приятно сделано это все. Я думаю, с распаковкой здесь все. Кончили. Господа, я был бы рад, если бы каждый из вас поставил лайк и подписался на мой канал. Это очень важно для меня. Значит, что из минусов? Значит, зарядка посредством microUSB. Это, конечно, уже никуда не годится, но, тем не менее, она присутствует в этой модели. И никуда деться от этого мы не можем. Далее. Нет управления на наушниках вообще. Имеется в виду тапового, то есть, кнопочного, какого-то сенсорного. Никакого не предусмотрено. Управление всеми делами происходит посредством голоса. Мне такая фигня не нравится. Но не так уж и часто я пытаюсь управлять своими наушниками, когда слушаю музыку, допустим, или делаю что-то еще. Вот. Не понравился кейс. Кейс защелкивается. То есть, как слышно, да, он прям фиксируется. То есть, это не магнитный держатель. Это просто фиксация за счет выступов, не знаю, шип-паст типа того, что-то на крышке. Дальше понравилось. Наушники торчат. Это, конечно, прикольно. Опять же, индикация заряда на кейсе, как таковая, очень невнятная. Сейчас мы попробуем что-нибудь достать отсюда. И нифига не индицирует. Ну, ладно. Открывать иногда прям проблема этот кейс. Ну, что делать. Наушники достаточно миниатюрные. Прям очень приятно лежат в руке. Очень приятно, по мне, сидят в ухе. Прям разрыв. Это из приятного. Прям очень маленький, конечно. На амбушюрах, кстати, есть логотип School Candy, что я встречаю впервые, в принципе. Не знаю, мелочь, а приятно, да, что называется. По звуку мы продолжим после того, как я включу вам все-таки тест звука с микрофона, записанного при звонке. И каждый из вас сделает вывод. Поехали. Ну что ж, по микрофону все встало на свои места. Давайте пойдем дальше. Что мы имеем все-таки по звуку? Кодеки используются SBC и AAC, к сожалению. Ну и звук передается посредством Bluetooth 5.0. Об этом, мне кажется, я на распаковке уже говорил. Не помню, но тем не менее напоминаю. Значит, наушники умеют играть по одному. Кому это важно, это информация именно для вас. По продолжительности, собственно, звучания. Мне кажется, хватило их где-то часа на два с половиной. На громкости где-то около 80%. Это не очень плохой, не очень хороший результат такой. Кому для непродолжительных поездок, там, или еще чего-то нужны наушники, в принципе, они очень подойдут. Сам звук в данных наушниках, в принципе, очень даже неплох, очень ровный, нет завалов, нет выпирания каких-то частот. Бас ровный, отыгрывает, в принципе, диапазоны от 20 Гц и дальше. Но, конечно, очень сочного баса, как в Live Pro Plus TVS от JBL, в них, естественно, вы не встретите. Поэтому бас, безусловно, есть. Он ровный, он такой, как надо, мне кажется. Но хотелось бы больше. По запасу громкости, в принципе, абсолютно то же самое. Громкости хотелось бы немножко поднавалить. Задержка звука при игре в этих наушниках, естественно, тоже присутствует. Как и, в принципе, во многих других, на которых нет значка Low Latency. В принципе, ничего удивительного. Ну и в завершении, наушники, в принципе, вполне комфортные. Носить можно под шапкой, очень удобные. Не выпадают. При спорте не знаю, насколько там интенсивно можно заниматься, чтобы они вывалились. Но держится, в принципе, вполне достойно. Наушники неплохие. За свою цену очень даже нормальные. Можно брать смело. Не расстроитесь. Но прям чего-то супер от них ждать не стоит. Ну что ж, на этом, друзья, у меня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будет интересно.